Дети погодки считаются довольно смелым поступком со стороны родителей. Каждый ребенок требует своей порции внимания финансовых вложений. Часто возникают недопонимания со стороны окружения. Наша читательница Наталья рассказала, с чем ей пришлось столкнуться, когда она узнала, что забеременела вторым малышом спустя месяц после рождения первого. Я жертва распространенного мифа «На грудном вскармливании не забеременеешь». Сколько раз я слышала эту фразу от своих подруг и даже от одного бывшего гинеколога, но на собственном опыте убедилась, что это не так. Моя вторая беременность произошла сразу за первой, спустя всего месяц после родов. Тем, кто только что стал мамой, наверняка будет интересна моя ситуация, с каким непониманием со стороны близких я столкнулась, что чувствовала и как вообще пережила этот сложный период в жизни. Я узнала о беременности на четвертом месяце. Почему так поздно? А ведь никаких признаков я не чувствовала. Грудь была увеличена лактацией, отсутствие менструации я списывала на восстановление организма после родов и тоже кормление грудью, а перепады настроения на сложный период новорожденности моего ребенка и моим плохим самочувствием в связи с этим. Тест я сделала уже после того, как поняла, что после родовой живот не то, что не уходит, а как будто даже растет. И действительно, две полоски появились моментально, и сомнений в том, что я жду второго малыша, не осталось никаких. Что касается моего самочувствия, то оно было совсем неважным. Слабость, головокружение, упадок сил так и не покидал меня до самых родов. Вся беременность была на пределе возможностей. Не зря специалисты предупреждали меня о трудностях и ослабленном первыми родами организме. Муж поддержал, сказал, что всю жизнь мечтала о близнецах или погодках. Самое начало моей истории было вполне радужное. Муж искренне обрадовался второму положительному тесту на беременность, несмотря на то, что первому малышу только-только исполнился месяц. Его аргументом было то, что он в детстве мечтал о братье-близнеце или погодке, который бы разделял его интересы и участвовал в играх. Сложности воспитания двух малышей супруга не пугали, да и материально он считал, что мы справимся. В будущем так оно и вышло. Но до этого нам пришлось пережить целую волну нареканий и упреков со стороны ближайшего окружения. Гинекологи утверждали, не выживем оба. Конечно, самым главным и страшным аргументом против скорой беременности стали доводы врачей. Специалисты утверждали, что даже самому здоровому организму после беременности нужно минимум полтора-два года на восстановление. Меня пугали выкидышем и даже возможной инвалидностью ребенка из-за слабости организма, плохим кровообращением в плаценте и патологией ее прикрепления, а также сильной анемией, после первой беременности из-за большой кровопотери во время родов. Список противопоказаний на этом не заканчивался, но пойти на аборт на своем сроке из-за потенциальных угроз я не могла, да и совсем не хотела. О большой семье я мечтала из детства. Но сказать, что меня совсем не пугали доводы специалистов, я не могу. Сердце победило здравый смысл, и мы с малышом все преодолели. А врачи один за одним отказывались брать меня на ведение беременности, так как мой сложный случай их пугал. Хотя на самом деле серьезных оснований для отказа не было. На мой взгляд, специалисты попросту перестраховывались. Родственники отнеслись к новости с настороженностью. Волнение родителей можно понять. В первую очередь они думали о моем здоровье и о том, как тяжело мне будет беременной с новорожденным ребенком, а в будущем и с двумя совсем маленькими детьми. Ни у меня, ни у мужа в семье не было погодок или близнецов, поэтому шок от такой ситуации объясним. Но отговаривать нас и послать на аборт никто не стал, за что мы с мужем были очень благодарны своим родителям. Мы, как маленькие дети, боялись нареканий и осуждения с их стороны. Я по сей день благодарна, что хотя бы с их стороны наша семья чувствовала поддержку. Отвернулись подруги, посчитали меня выпавшей из жизни. Самой большой неожиданностью для меня стала реакция подруг. Замечу, что несмотря на то, что каждая из них около 30 лет, подруги мои бездетны. Сообщения о моей первой беременности они восприняли положительно, но спустя время стало понятно, что я непригодна для привычных тусовок и активного образа жизни, поэтому и общение свелось к минимуму. Но мы все же общались и периодически встречались в кафе и на прогулках. Но, знав, что я планирую стать мамой во второй раз, они сразу дали понять, что я и мое общение им больше неинтересно. Слишком мало точек соприкосновения у нас осталось. Несмотря на все эти мелкие трудности и непонимания со стороны близких подруг и врачей, я справилась и со второй беременностью, родив здорового, активного малыша. Дети действительно играют вместе, и сейчас это большое счастье и достаточное количество свободного времени у меня. Они не отходят друг от друга, учатся вместе всему новому, переживают неудачи, шалят и вытворяют всякие чудные вещи. Для меня погодки оказались настоящим чудом. Да, вторая беременность была совсем непростой, но это того точно стоило. Каждая ситуация индивидуальна, не стоит забывать об особенностях организма женщины, уклада жизни и финансового положения той или иной семьи и уровня отношений между супругами. Поддержка в такой ситуации играет очень важную роль. Самое главное – слушать свое сердце и ориентироваться только на свое мироощущение. Тогда точно все получится.